Всем привет, меня зовут Руслан и вы на канале Ливудгеймс. В этом небольшом видео вы узнаете, сколько дней растут разные культуры фарминг симулятор 22. С сезонным ростом понятно, вы просто смотрите на календарь посадки и сбора и все. Но если играть без сезонного роста, полезно знать сколько времени занимает созревание растений. И вдобавок эта информация пригодится в будущем. Сначала глянем на обычные культуры, которые надо сажать и сеять, а потом культуры, которые растут после сбора сами. Прежде чем начать, надо еще пару слов сказать. Механика роста культуры 22 фермы стала проще. Если в 19 ферме она была завязана на таймере, можете видео об этом глянуть, то в 22 ферме стадии роста сменяются тупо в полночь. Скажем, если мы забили на сон и что-то сеем около полуночи, то в полночь запускается обновление стадии роста. То, что попало в волну обновления, появилось. То, что не успело, взойдет уже через 24 часа. И опять же, если у вас месяц идет за день. И когда я буду говорить сколько дней растут культуры, имейте в виду, что это при настройках месяц за день. Если установить месяц за три дня, то надо умножить длительность роста на три. Надеюсь поняли. За стадиями созревания можно следить вот по этому фильтру, если вы можете различить эти 50 оттенков зеленого. Чем темнее, тем ближе момент созревания. Да, я тут голову поломал о том, как лучше высказываться, чтобы понятно было со временем. К примеру, если мы сейчас сеем траву и она созревает послезавтра, я буду говорить, что трава зреет два дня. Ну а теперь поехали. Все посеяли, посадили, тупо ждем момента созревания. Итак, овес, сорга созревают за четыре дня. За пять дней созревает картофель. Созревание ячменя, кукурузы и соевых бобов занимает шесть дней. Пшеница, подсолнух и свекла зреют целую неделю. И рекордсмены тянуть резину, канола и хлопок. Созревают за восемь дней. Я бы сказал, что разница прям приличная, если выращивать все это чисто на продажу. Еще один момент. Собирать культуру насечку можно уже за день до созревания. То есть сорга и овес можно собирать спустя три дня с момента посева. Ячмень, кукуруза и соевые бобы доступны спустя пять дней. Пшеница и подсолнух доступны на шестой день. И канола на седьмой день. В объеме вы при этом не потеряете. Ну а теперь культуры, которые не надо заново сажать и сеять. Это в первую очередь трава, оливки, виноград, сахарный тростник и тополь. Мы сейчас все это собрали и запускаем отсчет. На следующий день надо срезать листья с винограда. Трава снова созрела за два дня. За пять дней созревают оливки. Строго говоря, виноград растет по времени столько же, сколько и оливки, но из-за того, что листья можно срезать только на следующий день, когда они желтыми становятся, а пока их не срежешь, виноград расти не будет. Будем говорить, что он созревает спустя шесть дней с момента сбора, хотя это и не совсем так. Возможно, виноград в данную категорию немного не вписывается, потому как с остальными культурами делать ничего не надо, чтобы они вновь росли, но да фиг с ним. Созревание сахарного тростника занимает восемь дней после сбора. Снова здесь комбайн глючит, надо вообще проверить, как его лучше собирать. Тополь в девятнадцатой ферме тоже рос дольше всех, но тут это прям рекорд. Повторно он созревает за четырнадцать дней после сбора. Надеюсь, что я со счета не сбился, пока следил за тополем. В общем, такие дела. Вот вам итоговая таблица, сколько рост занимает, можете заскринить и как памятку использовать. Учтите, что когда будут выходить модовые карты, мододелы могут как оставить это время без изменений, так и изменить его исходя из своих задумок. А вам спасибо за просмотр, за лайки и позитивные комментарии, ну и всем пока!